Здравствуйте, дорогие друзья! И мы с вами отправляемся в Нижний Новгород, в культурно-развлекательный комплекс Нагорный. И сегодня здесь нижегородские торпедовцы будут принимать подмосковный Витя. Ну, первая задача – лишить соперника шайбы. Вот, это сильный козырь торпеда, работа на шайбе, игра в пас. Вот наша задача – лишить шайбы, забрать шайбу и контролировать. Это локальная задача или это в контексте вообще игры Витязя? Нет, это в контексте игры Витязя. Локальная задача – это выиграть игру любыми способами, доступными. Наконец-то торпеда после выезда не на один-два матча, а на целую серию дома. Является ли это каким-то дополнительным мотивирующим фактором? Ну, вы знаете, очень важно вернуться домой. Мы понимаем значение следующих матчей. Не будем говорить о будущих матчах. Сегодняшняя игра – это игры конференции, игры с соперником, которые находятся недалеко от нас. Поэтому ответственность большая. Знаем, что дневная игра, будет много людей, много болельщиков, красиво одетых. И в этом плане задача порадовать хорошей игрой и, конечно, победой. А насколько мотивирует команду тот факт, что ваш соперник Витязь не пропускает в первом периоде уже целый месяц? Это интересный факт. Интересный факт. Надеюсь, что нам удастся нарушить эту традицию и забить первый гол. Об этом скажу ребятам. Спасибо, что напомнили. И в целом уважаем любую команду. Знаем, что команда непростая. Но отталкиваемся от своей игры. Очень активного начала от Торпедовцев. Торпедов всегда дома так играет. А уж здесь посмотрите, как все быстро. И это он! Это он, молодой талант! Получилось в этой ситуации разорвать оборону подмосковной команды. Вся первая тройка нападения сыграла. Начал эту атаку Фирстов. Передача на Литунова. Литунов на дальнюю штангу. А там уже 11-ю шайбу. В этом сезоне забрасывает Никита Артамонов. В шоке Максим Дорошко. Средний, ну а дальше завозит шайбу в зону соперника. И здесь мы наблюдаем за позиционной атакой хозяев. Посмотрим. В итоге бросок состоялся. Но видит момент броска Дорошко. Это шайба на... Литунов, конечно, хорош в этом сезоне. Настоящий лидер, вожак команды. И вот здесь Литунов на Фирстова. И опять это первая тройка. Подключение Конюшкова. Бросок не точно. Да, сбить вот этот атакующий порыв торпеда, который, безусловно, сейчас присутствует. Ну и Бочаров тоже поиграл с шайбой за воротами. Вратару всегда необходимо почувствовать шайбу. Особенно в начале игры. Ох, как сейчас включил ноги. Опять идет диагональная передача на быстрого Воронина. Воронин резко по тормозам. Подключает защитника. Бросок опасный по воротам дорожка. Думаю, что передача дошла до адресата. И торпедовцы завезли шайбу за не атаку. А вот здесь какой отскок от лица у борта. Шайба скакала. И был очень опасный. Вот здесь опять торпедовцы до верного пытаются разыграть. Но отбивается Витязь. Там, по-моему, Бусыгин правильно расположился перед своим воротами. И сумел перехватить эту передачу. И опять вот теряют при выходе из своей зоны кисты Витязя шайбу. И вот вновь это происходит. И вышли из зоны благодаря своим домашним заготовкам. Ну и здесь в зоне соперника пытаются какие-то витязи сыграть как можно плотнее. Как можно правильнее. Но эти парни все равно находят моменты у ворот гостей. И вот здесь как здорово в отборе Артамонов сыграл. 8 минут 15 секунд до конца первого периода. И вот здесь какой хороший момент у Артамонова. Выиграл Витязь. Здесь вбрасывание и тут же наносит бросок поворотом Станислав Яровой. Хороший бросок после выигранного вбрасывания. Но к этому был готов голкипер. От Антона Силаева и уже в полном составе Витязь. И здесь Дерек Барак цепляется за шайбу. И обратная передача на Барак и не дают ему здесь. Никита, знали ли вы о серии Витязи, которая составляла 10 матчей, они не пропускали целый месяц в первом периоде? Да, нам Игорь Николаевич перед игрой это сказал. И сказал, что это хороший стимул прекратить эту серию. Сразу же получилось хорошо. Не получилось ли так, что на этой задаче, может быть, вы слишком сконцентрировались? Потому что, ну, так отношуясь в первом периоде я стал. Да нет, конечно. Это просто как, не знаю, как стимул небольшой. Конечно, самое главное, победа никакой. И на этой задаче мы не концентрировались. Как бы так же сейчас будем продолжать играть. А с чем свяжется то, что игра все-таки немножко выровнялась к концу периода? Да, что хорошая команда и мы, что Витязь. Как бы не будет все. Конечно, хочется как бы все время с первым номером играть или еще что-то. Но Витязь тоже как бы им надо отыгрываться. Они побежали вперед, лезут на ворота, как бы давят. И игра поэтому выровнялась. Вновь Дмитрий Бучинников шайбой. На ход передача добивание могло быть очень опасно. 20 секунд всего лишь остается. Галузин получает шайбу капитан Витязи. Вошли в зону. И здесь опять вот момент был для Калинина. В ротаре гостей сумел шайбу зафиксировать. Ну и вот здесь, да, неплохое подправление сначала было. И вот тот момент, когда действительно пошел на чужой пятак Ярослав Бусыгин. Да, получилось создать несколько моментов. Успех Витязь пытается через быстрые передачи раскачать оборону торпед. Вот здесь неплохо была попытка добить, но вот не получился бросок с пятака. Моменты у Витязи были, но, наверное, не такие опасные. 3 в 2. Торпедовцы атакуют. Заблокирован первый бросок. И дальше хитрая была передача от Свечникова на дальнюю штанговую. Если бы прошла, наверняка был бы гол. Да, Рыков сначала с Донова сыграл, бросок заблокировал. Затем Головков коньками сумел перехватить передачу. И в итоге шайба дошла. Агрессия на чужие ворота. Броска мы не увидели опасного по воротам Бочарова. Ну вот эта подкидка под дальние синие в исполнении Канюшкова. И передача-то дошла до нападающих. И здесь... Вот, смотрите, момент. Тут вот неприятный момент для воротаря, когда вот шайба впадает в закругление ворот. Она потом непредсказуемо может выскочить, что в этой ситуации и случилось. А Свечников там все равно потом сошелся с Воронковым. Так контролирует нижегородцу шайбу. Почти 9 минут сыграли команды. Пытаются легко пройти. Это удается среднюю зону. И в итоге опасный бросок. Вот стал появляться Никита Шавин на площадке. У Шавина. Да, шикарная смена для 80-го номера торпедок. А здесь момент. И спасает Бочаров. Завать быстрые переходы из обороны в атаку. Также ошибки стали появляться. И команды стали пользоваться. И такими ошибками друг от друга. Это тот момент, который был у Шавина. Хорошо сыграли нижегородцы на своей синей линии. И вот она, контратака. И вроде бы неплохая была передача. У него, кстати, в континентальной хоккейной лиге 29 матчей на ноль. И не будет все-таки 30-го, потому что Витязь забивает. Я так понимаю, что это у нас Бучельников отличился. Здесь выигранное вбрасывание. Дальше сыграли через защитника. И вот... Не успели накрыть бросок Бучельникова. Не успели, да. После... Да, здесь Бочаров не сумел правильно. Теперь у Чеховича 4 шайбы и... 13 результативных передач. Перечные передачи проходили. И, соответственно, вот здесь шел такой бросок. Может быть, не самый сильный. Больше переправление шайбы. Да, переправление шайбы. Было подставление. Не точно выходит. В контратаку. Кистый Витязь. Артамонов успевает все-таки на пятак отдать передачу. Но шайбу накрывает дорожка. Располмов с Готье играет вместе с Воробьевым и Бартистом. По броскам 18-16 в пользу Витязя. Второй период мы еще раз отмечаем за гостями. Но вот здесь неплохо. Здесь отмечаем действие Линча. Здорово сыграл в средней зоне. И вот так вот он доставлял шайбу на пятак. Мягкий прострел. Бутанасов сумел до шайбы затронуться или нет. Сложно сказать. Но шайба дошла до вратаря. И вот классно. Выигранное вбрасывание. Тут же бросок. Вот Гончаров как раз бросал. Да. Потому что совершенно разные. Мы увидели первый и второй. В первом торпедовцы явно доминировали. Во втором лучше был Витязь. Горлицкий. Передача. И вот здесь было очень опасно. Попади. Попадающий Витязь Дмитрий Бучельников изменил счет во втором периоде. Но начнем мы все же с первого. Дмитрий, почему так легко дали торпеды открыть счет? Ну, не знаю. Может, немножко не вошли в игру. Но ничего страшного. Мы сейчас смогли отыграться под концовку второго периода. Сейчас поговорим с ребятами. Думаю, добьем. Можем ли мы говорить сейчас о психологическом преимуществе Витязя? Да не знаю. Но у нас были и обидные поражения. И по делу. Я думаю, что они нас закалили. Да, во всяком случае. Я думаю, сейчас настало то время, когда нам надо уже побеждать, набирать очки. А в чем еще шансы Витязя на третий период, кроме того, что закалили? Не расслышал, не расслышал. В чем еще шансы Витязя, кроме того, что команда закалилась? Ну, я думаю, что в том, что мы должны будем реализовать все моменты, которые у нас есть, и грамотно сыграть в обороне. Сейчас в свое время подключился к атаке. Но вот долго подержать шайбу в зоне соперника не получилось. Чивилев очень заметен. Горисовка сейчас серия с набранными очками из четырех игр, но сегодня, может быть, пока не так заметен. И вот ответ у Витязя. Хорошее оставление. А здесь не удержал шайбу Филипс. Дарьен. И сразу два игрока подключаются. Передача на дальнюю штангу. И там было какое-то потрясающее количество спасения от голки Пермитеза Максима Дорошко. И он продолжает это делать здесь. И очень здорово эту встречу провели с голки Пермитеза. Здесь тоже сыграл надежно. Под углом Почевалов выходил к воротам. И бросил. Не очень точный получился. И тут могут три в два убежать. Ты тут сейчас догоняющий в какой момент. До этого играл за команду. В прошлом сезоне еще играл за команду Игоря Лоренова. Саш, вот не удивляет тебя то, что уже почти 11 минут сыграно. Вот момент. Артамонов. Здесь Бусыгин строго сыграл. А так торпеда продолжается. Да, и вот опять двоечку здорово разыграли. Нижегородцы Артамонов не попадает в створ. Хорошо там ему периода. Ну и вот мы смотрим эту последнюю атаку. И тут отмечаем, конечно, что Ярослав Бусыгин выбросил вовремя клюшку. В той ситуации, когда нужно сыграть плотно, команда как раз действует. Ух, какой момент у Калинина. Но никак он не может свое первое очко набрать за Витязь. Подбор опять же за подмосковной командой. Развернулся Чивилев. Ох, Чивилев! На Ярового это гол! 2-1 Витязь! Оборону торпеда Калинин здесь тоже принимал участие. Да, на фитаке здорово. Стянул на себя. Он стянул, конечно, молодец. Ну и поставим в плюсик Павлу Десятку. То, что вот он сделал эту тройку. Соответственно, эта тройка и дала результат. Нужно переводить игру к чужим воротам. Вот как сейчас. Бросок по воротам добивания! Дорожка выручает свою команду. Да, здесь бросок доходит. И желтый переводит. Друзья, я напоминаю, что все матчи континентальной хоккейной лиги, включая эксклюзив, здесь зону Яровой. Яровой пустые ворота не попадает. Будет ли бросок в итоге? Вот он! Дорожка. Дорожка выручает, ставит игру на стоп за 6 секунд до конца третьего периода. Ну и приходится, единственное, доставлять шайбу туда, на пятак. Ну и на пятаке там вратарь, видите, тоже работает. Николаевич, почему не удалось пронести вот то начало, с которым команда... Вы знаете, строгая игра соперника. Они хотели чуть больше, чем мы. И в этом я вижу разницу. Николаевич, получается, команда все-таки правильно среагировала на то, как, что случилось на первой минуте. Да, делали акцент, начало матча соперника, но, к сожалению, пропустили этот гол. Хорошо, что это не выбило нас из колеи. Мы продолжали работать. А, в принципе, игра равных соперников была. Через работу, через самодачу, самоотверженность. И приходит результат. Сегодня вы это делали. Молодцы с победой! Дорога, прошла игра. 100 матчей в КХЛ. Парни, все красавцы. Все сегодня работали. Охуенная победа. Ну, бля, один молодой человек, молочек. Еее! Ставьте, ставьте! 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 Мужики, молочеки, всех с победой! Идем дальше с премией! Субтитры сделал DimaTorzok